привет народ мой тело так вот об прицеплю такую штучку у меня есть прикольная такая видите да вот так подписчик когда я прислал зашему отдельное спасибо прикольная наклейка надо бейсболку клеится на бейсболку такие штучки специальные как это называется в общем ну там обратная сторона велкро вот этой купить бейсболку и таскать на бейсболке хотя и тоже так прикольно раз на любую кофту прицепил на любой свитер на любую майку в общем но аллергия у меня что ты сделаешь вот 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 есть поехали аккуратненько скрываем и что здесь у нас так обратный адрес есть телефон есть здесь у нас какой-то такой пухоник я думаю или что поглядим сейчас может и не пухоник в общем здесь у нас скотчем бронированным или как там называется вот такой вот скотч классный скотч но дорогой раза я как-то посмотрел ну думал для посылок вот купить чтоб запаковывать посылки так он стоит там что-то как сбитый самолет я что-то передумал это слушай не ну когда вот свою посылку замотать это одно а когда каждый день там две-три посылки тебе надо замотать и иногда знаете ну как бы не габаритный груз такой то вот таким скотчем это немножко накладно будет так здесь у нас что-то как-то но все туго в общем народ здесь у нас zero tolerance в коробке от бергов овского ножа чтобы понимали где-то здесь я видел что бергов короче вот здесь от видно что берговский нож тут был когда-то вот такой вот но внутри мы видим zero tolerance ого-го-го-го я чуть палец не сломал реально то есть я думал вот сейчас только класс а класс не происходит чтобы понимали ужас какой-то прям ну так еще больно очень больно то есть сорвать его с места ну очень сложно и вот смотрите давайте покажу сейчас попробую сорвать вот вот так вот видите его смотрите что происходит на пальце короче ох как неприятно так давайте почитаем что здесь у нас записочки так привет руслан прошу провести следующие работы отрегулировать работу флипера очень сильно нужно надавить аж палец болит но это сразу увидел это раз отремонтировать фрейм бывает под клинивает ну прям я вам говорю очень-очень-очень прям ай-яй-яй-яй ну ху-ху прям жестко бывает под клинивает полирнуть клинок убрать за чего-то убрать мини царапины слушайте ну ужас просто мини царапины ну как бы если честно то вот эти мини царапины знаете они они нормальные для ножа для рабочего я бы я бы не убирал если честно вот знаете как есть такая поговорка как шрам и украшает мужчину не знаю кто придумал но я думаю что не через все лицо там конечно же мы где-то вот так вот ну мне во всяком случае там в детстве когда я падал знаете то родители не переживай сынок шрам украшать мужчину понятно что это да это через все лицо как-то там продерта вот такие где-то ссадины ушибы ну как бы здесь нет ничего страшного то вот для такого ножа как бы тоже я считаю что нет ничего страшного если ну это видно что рабочий нож ну хорошо мы уберем в общем продольность сарапины просто нереально больно ну и слушайте мы сейчас это все уберем полирнем и сделаем красоту с 35 вен сталька ну не знаю не знаю как это все быстро уберется попробуем с уважением сергей новая почта татата 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 запорожья ножичек приехал в общем поехали тогда мы что делаем мы сразу давайте разберем нож сразу мы давайте разберем нож и первое что мы уберем это вот это вот это неправильную работу исправим исправим поправим в общем сделаем нормальное открывание клиночка чтобы было у нас потому что но это просто жесть ножичек кстати не дешевые что вы понимали ну и само название лишь озеро tolerance нулевая терпимость я так понимаю у них нулевая терпимость качество потому что ножи стоит как сбитый самолет и вот это вот нулевая терпимость можно рассматривать знаете мы назвали нулевая терпимость а вывод воспринимайте как хотите то ли из нулевая терпимость качество то ли вас ну как бы они позиционируют себя что типа нулевая терпимость вот к браку я так понимаю что должно быть так но на самом деле видите немножко иначе все здесь у нас обстоит так фрейм залипает шарик так фрейм залипает фрейм не залипал нам нужно чуть-чуть чуть-чуть назад сейчас здесь нужно кое-какие манипуляции провести с сухарем здесь сухарик выглядит вот так вот ну и видите шарик выступает так нормально очень много шарик ну я я надеюсь что видно да насколько он возвышается чуть-чуть назад сейчас он очень сильно возвышается вот так вот хорошо видно там просто штырь такой они шарик даже вот этот штырь нам нужно немножечко немножечко убрать почему она потому что это ненормально то есть он должен страница щелк ну таким знаете чуть-чуть преднать а чуть-чуть преднать а но не так что я вот пять раз открыл и 6 у меня палец уже болит это ненормально то есть сейчас мы эту ситуацию быстренько поправим быстренько исправим и все будет хорошо так фрейм откручиваем ага здесь вообще как хитро все сделано ухты какие негодяи короче вот так вот так вот это все здесь выглядит и на шарик в свое место на фрейме поставлен ну мы сейчас это все под репетируем и сделаем правильно то есть для этого я беру лапу сапожную на столе это тоже можно сделать но рассчитать очень очень сложно будет удар здесь не то есть я понимаю что у меня фактически нет сопротивления то есть в железную лапу когда упирается железную лапу когда упирается фрейм то это намного лучше чем он упирался бы в мягкий стол и то есть ну усилий нужно было бы гораздо больше и рассчитать усилий удара намного сложнее было так здесь сейчас мы что сделаем сейчас мы полирнем чуть-чуть и все и больше залипания здесь никаких не будет все будет четенько все с этим вопрос решен давайте сразу же по клинку по клинку сразу же с 35 вену я сомневаюсь что прям ёршиком это все у нас восстановится хотя вы знаете давайте попробуем давайте попробуем что ёршиком так свет я сюда заберу если вы не против вам он в принципе на той камере не нужен так 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 пробую у нас таким вот так вот поперечные видно вот ну и соответственно сейчас ёршиком мы вдоль сатина будем скажем так проходиться для того чтобы убрать ну там их даже на глаз не увидишь есть такие мини риски вдоль клинка то есть поперек сатина и здесь точно так же видно вам не видно но будем надеяться что было видно выше в маленький этот мониторчик я ничего не вижу происходит я потом уже на монтаже сам увижу когда буду монтировать на компьютере тогда уже и сам увижу было ли вам видно или не было в общем поехали так я надеюсь видно было то есть риски а может неправильно показал нужно вот так вот я сейчас когда начал с ножом работать видно вот так вот вдоль риски вот-вот-вот-вот-вот-вот видите только при таком расположении ножа можно поймать вот эти риски то есть вот так вот я показываю их не видно вот так вот пока вы их не видно а вот в этом положении как-то я сейчас раз прям и увидел их сам так что народ иногда вот глазами видишь на камеру показать этот момент очень сложно поэтому не всегда я вот говорю показываю и вижу сам потом на монтаже шо шо не видно ну на маленьком мониторчике очень сложно увидеть потом уже на монтаже когда монтирую видео сам понимаю что вот рассказываешь вот вот видите царапину а ее вот при данном угле обзора вообще не видно вот так вот не вот так вот в принципе в принципе все с одной стороны убрали поехали с другой стороны ну вот да даже в руках держу и под разным углом я вижу разные царапины загирки продольная на камеру как это показать это вообще сложно ну вот давайте попробую показать вот так вот оттуда я точу то есть вот под этим углом у меня виднеются вот здесь от рисочки некоторые эти может цвет оттуда поставил не знаю как как показать вот видите как это все не просто поймать на камеру короче давайте я вот по всякому на пятницу покручу вы посмотрите может быть вот сейчас вот здесь видно видите да вот 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 царапка видно а вот при другом угле и вот сейчас я уже не видно короче вот сейчас вот здесь по моему видны должны быть царапины пойди угадай как этот нож покрутить еще когда камера стоит за тобой эти вот 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 так вот да вот камера если постояла то я под тем же углом что и камера смотрю тогда вот более менее понятно а вот очень часто непонятно как она как каким боком нож повернуть шум чтобы вы все увидели очень часто народ считаешь русик без очков не работай работаю без очков потому что вот этот видите козырек у меня от плафона работает собственно как защитный поэтому в глаза мне еще не прилетит не переживайте не первый год работаю таким образом и все хорошо все есть царапки ушли так что видите с 35 вен вполне себе нормально обрабатывается даже металлическим ёршиком вдоль сатина мы прошлись и все и все риски выровняли скажем так сатинчик мы просто обновили и он сейчас у нас как новенький сейчас покажу давайте давайте мы немножечко наверно все таки еще вот так вот сделаем вот этот мы возьмем и вот этот диск возьмем и вот это вот оправочка возьмем чуть 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 мы его скажем так за полир нём покрасивший был вот так о опять же все это я делаю только скажем так параллельно параллельно сатин то есть поняли да в одной плоскости это все шло так ну давайте попробуем 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 тряпочку нужно убрать отпечатки пальцев и показать вот так и вот так вот вот давайте аккуратненько видите на риски как сейчас идут одна в одну вообще фух сатинчик переворачиваем и риски у нас опять вот как показать с одной стороны четко вот так вот видите одна в одной рисочки идут все мы убрали все эти которые шли вдоль их нет просто и теперь можем собирать в принципе нож в обратной последовательности так давайте мы протрем 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 старую смазку берем не уже посадим нож так и уже посадим нож на свою смазочку я хочу посадить нож раз два мухи народ жи 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 целый день так поджимаем чувствительно здесь у нас были риски такие задиры мы их убрали полирнули чуть-чуть буквально там какие-то видите да сейчас вот одна сторона полированная это вот именно та сторона которая приходит скажем так на пятку клинка вот сюда вот она была такая задирах немножко я полирнула и все сейчас будет у нас прям прям вот по маслу то есть не будет никаких подклиниваний на которое жаловался собственно хозяин ножа все мы сейчас уберем для себя что хочу сделать в сегодняшнем видео давайте и с вами поделюсь то есть сейчас вот 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 слышали вы звук через петличный микрофон ну и сейчас вот звук пойдет зум q4 некоторое время потом опять переключить ну то есть вы поняли да на чем речь хочу поиграться потому что потому что в общем но я не любитель проводов но пишут подписчики шурусик на микрофоне базу по звук лучше иди не хочу тебя убивать иди а где отсюда в общем русик был звук лучше на зуме хуже верю согласен смотрите как хитро ребята сделали здесь у нас посадочное место под подшипник с этой стороны видите плоский нож и здесь у нас тоже посадочное место под подшипник то есть вот так вот то есть вот так вот оп оп хитрецы и что сделаешь ну как бы да имеет право на жизни такая компоновка в общем раз подшипник смазочка так 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 давайте мы сам колодец капнем ну такое решение если честно титан народ он мягенькие видите да там ну видно я надеюсь и видно да давайте чуть ближе вот так вот там уже есть на титане накатка такая на титане есть накатка от шариков потому как шарики от подшипника они здесь походу что керамические да мне так кажется давайте проверим керамика это или нет до шарики керамические поэтому керамика намного тверже чем титан соответственно соответственно накатка у нас получается очень быстро быстро появляется причем смотрите вот где закаленная сталь здесь накатки нет здесь ну след есть да но колодца видите на след только езди шарики катаются вот сейчас видно но самого колодца самой накатки углубления в стали нету то есть клиночек закалили они хорошо но есть 35 вен позволяет это сделать то есть только калится на большую твердость без проблем абсолютно поэтому капельку сюда подшипник на место капельку смазки сверху ну и в принципе и в принципе все шайбу сюда и собираем нож раз есть контакт все клиночек у нас видео автоматом становится по центру ничего не ел но здесь ему по центру но очень самый знаете какой самый часто задаваемый вопрос на канале это руси как выставить клинок по центру я всегда объясняю что все правильно собранный нож все больше ничего не нужно если вы правильно собрали нож клин сам станет по центру если у вас клин не по центру значит ищите где вы допустили ошибку где вы накосящили вот и все видите да вот куда центра нет сейчас мы зажмем еще вот эти и он станет вообще на свое место как он должен быть никуда не денется то есть ну вот вот ответ то есть если вы собрали нож у вас вот куда-то он смотрит либо право в любовь его значит вы что-то не так сделали ищите где вы допустили ошибку где-то шайбу перекосили и зажали то есть не нужно жать нужно посмотреть открутили посмотрите здесь что-то стало не так вот и все клиночек по центру центральный некуда просто вот прямо посерединочки прям прям вот ну куда куда еще центральным нету некуда центральный и открывается теперь легким движением руки об то есть без проблем абсолютно видите да видите да то есть без каких-либо усилий без каких-либо проблем мы еще капельку капнем на сам шарик и он вообще у нас залетает вот так в принципе все теперь вот теперь все ремонт наш закончен нам осталось что сделать взять мусат поправить на мусате режущую кромочку мусат 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 так вижу один мусат вижу второй мусат нашел наношел и теперь вот так раз вот так два ножичек конечно хорош я когда-то себе такой думал купить но цена ножа переведена дизайн семкевича и стоит он как сбитый самолет есть там несколько моделек подешевле ну там стал попроще ну есть на алиэкспрессе куча 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 китайцев у китайцев есть скажем так копии не копии в общем не хочу я покупать китайские реплики вот правда будет китайские реплики не хочу покупать китайские реплики поэтому стоять мы же должны были посадить еще правильно чуть не забыл мы же должны были посадить еще всего на сексатор резьбы и вот тогда уже будет точно все капельку в общем сейчас звук мы возвращаем назад на петличный микрофон и вот сейчас действительно будет видна разница я думаю да ну давайте в комментариях вы напишите свое мнение по этому поводу я при монтаже собственно тоже увижу эту разницу ну я надеюсь теперь это будет любимая игрушка у хозяина ножа почему потому что ну вот 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 так вот да как это было сначала но не поиграешься хотя но нож вот ну идеально вот для таких игрушек то есть у меня если флиппер в кармане то я сижу себе вот ну конечно это не на людях делается чтобы не травмировать понимаете да помогать был у меня такой случай когда я на новую почту пришел скрывать посылочку мне нужно было и я достала с кармана сырогоровский с 111 и и так сделал раз и такой меч то ну по полочереди отодвинулась общем вот так вот то есть нож острый заводская заточка мы ее просто поправили так 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 в принципе наверное все теперь осталось что сделать это сфотографировать нож на превью картиночку давайте я вам еще покажу уже в собранном состоянии вот так вот выглядит никаких задиров никаких полос все четко красиво с этой стороны точно также нож действительно очень хорош мне очень нравился свое время ну как бы он и сейчас нравится но понимаете да не маленький наш то есть нужно понимать что могут в моей немаленькой руке он смотрится довольно таки неплохо в принципе народ на сегодня все давайте пока пока увидимся